Добрый день, с вами я Егор Яковлев и это «Цифровая история». Сегодня мы поговорим о стихотворении «Прощай, немытая Россия», которое обычно приписывают великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Совсем недавно президент Украины Петр Порошенко процитировал это стихотворение как символ разрыва отношений Украины и России. Вообще русская классика часто используется в современной политической борьбе. Разные политические силы не прочь привлечь в свой лагерь классиков русской литературы. И стихотворение «Прощай, немытая Россия», в котором великий Лермонтов якобы представил Россию как деспотичное и грязное государство с аморфным народом, тоже не остается в стороне. Но прежде чем делать какие-то далеко идущие выводы, давайте попробуем установить, а действительно ли Лермонтов написал эти знаменитые строки. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ, быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». История этого стихотворения чрезвычайно удивительна. Считается, что оно было написано в 1840 или 41 году, когда Лермонтов уехал в ссылку на Кавказ. Однако в то время никто о таком стихотворении поэта слыхом не слыхивал. Впервые оно встречается только в письме издателя Петра Ивановича Бартенева, написанное своему коллеге, в 1873 году, 9 марта. Бартенев пишет это стихотворение и уверяет своего адресата, что оно переписано им с подлинника руки Лермонтова. Однако подлинника в будущем никто так никогда и не увидит. Публикация же стихотворения произойдет только в 1887 году в журнале «Русская старина». Причем оно будет иметь некоторые отличия, которые содержались в письме Бартенева. Кстати, сам Бартенев спустя три года, в 1890 году, републикует стихотворение, но подаст его уже совершенно иным образом. В своей публикации в журнале «Русский архив» он напишет, что «Прощай, немытая Россия» записана со слов поэта современником. Каким именно современником и при каких обстоятельствах стихотворение было написано, Бартенев не укажет. К сожалению, в конце 19 века литературная критика, литературоведение не поставили под сомнение лермонтовское авторство. Оно было принято и вошло в традицию. В советское время стихотворение, хотя и публиковалось с пометкой «Приписывается Лермонтову», тем не менее подавалось как протест поэта против тяжелого самодержавного режима. Однако есть серьезные сомнения в том, что стихотворение написал сам Лермонтов. И дело не только в отсутствии оригинала, но и в том, что его содержание вступает в серьезные противоречия с биографией самого Михаила Юрьевича. Во-первых, в то же самое время, в 1841 году, когда он якобы написал стихотворение «Прощай, немытая Россия», из-под его пера вышли строки, известные нам под названием «Родина». Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные предания не шевелят во мне от радного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам. Ее степей холодное молчание, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, И взором медленным пронзая ночи тень, Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, Дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, В степи ночующий обоз, И на холме средь желтой нивы Чету белеющих перез. С отрадой многим незнакомым я вижу полное гумно, Избу покрытую соломой, Срезанными ставнями окно, И в праздник вечером расистым Смотреть до полночи готов На пляску стопаньем и свистом Под говор пьяных мужиков. Совершенно очевидно, что настроение этого стихотворения резко отличается От того, что мы видим в произведении «Прощай, немытая Россия». Кроме того, совершенно очевидно, Что ни за какую стену Кавказа Лермонтов не собирался, Он ехал на Северный Кавказ, И, соответственно, кавказских ребят, То есть, стену не пересекал. Та территория, на которую Лермонтов Ехал служить, Была под юрисдикцией Российской империи, И поэтому голубые мундиры Точно так же имели свою власть Там, как и в Петербурге. Достаточно было минимального доноса, Чтобы сосланный на Кавказ Опальный офицер был возвращен в Петербург Для более серьезного следствия, По итогам которого он мог быть направлен В места гораздо более отдаленные, А именно в Сибирь. Поэтому отправиться в ссылку на Кавказ Вовсе не значило скрыться от глаз самодержавия, И Лермонтов это прекрасно понимал. Надо сказать, что современное литературоведение Выработало достаточное число аргументов В пользу того, что Лермонтов не писал Это стихотворение. Первым об этом написал знаменитый Литературный критик Владимир Сергеевич Бушин Еще в 1989 году, и многие авторитетные ученые Поддержали эту точку зрения, в частности, Бывший директор Института русской литературы Российской академии наук Пушкинского дома Николай Николаевич Скатов. Ну, а если не Лермонтов, То кто же мог быть автором Данного стихотворения? Наиболее распространенной точкой зрения Является та, что написать строки Прощай немытой России мог поэт-сатирик Второй половине XIX века Дмитрий Минаев Минаев много пародировал известных поэтов В том числе и Лермонтова Историк Николай Троицкий В свое время назвал его Жванецким XIX века Минаев был настроен крайне антицарийски Был поэтом либерального направления И в результате из-под его пера Вышло много сатирической критики На порядке по реформенной России В том числе и в сатирической поэме «Демон» Написанной им еще до публикации Прощай немытая Россия В 1874-79 годах Им было употреблено словосочетание «голубой мундир», Которое никогда не встречалось У самого Лермонтова Это позволило некоторым исследователям Предполагать, что именно Минаев Является автором данного стихотворения Который либо мистифицировал Бартенева Либо каким-то образом его обманул Мы имеем дело с литературной подделкой Сделанной значительно позже смерти Михаила Юрьевича Лермонтова Ну а далее я хотел бы высказать Некоторые свои мысли Которые не претендуют на истину В последней инстанции Однако могут оказаться Интересной догадкой И подсказать направление Для исследователей данной проблемы Если обратить внимание на стихотворение «Прощай немытая Россия» Мы увидим, что главный герой Стремится укрыться за стену Кавказа То есть перебежать Кавказский хребет Чего Лермонтов сделать, естественно, не мог Но была категория ссыльных солдат и офицеров Которые стремились именно перебежать Кавказский хребет И оказаться за ним Либо в Турции, либо в Персии Либо на территории горцев Более того, эта категория граждан Российской империи Постоянно это делала Кто это были? Это были ссыльные поляки Дело в том, что в 1830-31 годах На территории Польши Поднимается восстание против русского владычества Которое было жестоко подавлено И значительное число поляков Было отправлено именно в ссылку на Кавказ Но это была военная ссылка То есть они должны были воевать против горцев В составе регулярных российских войск Польское движение за независимость Продолжало нарастать Несмотря на подавление самого восстания И поляки ссылались на Кавказ В течение всех 30-х годов XIX века Вот именно они и были главным контингентом Который перебегал на сторону горцев Или в Турцию В ходе Кавказской войны И вот именно они и стремились укрыться За хребтом Кавказа Интересно, что поляки научили горцев Особому типу оружия У них были косы переделанные в пике Которыми они сражались еще во время восстания Тадеуша Костюшка В конце XVIII века Так вот, этот тип оружия У поляков переняли горцы И сражались с ним Против регулярных частей Российской императорской армии Но были ли среди этих поляков поэты? Да безусловно В литературоведении есть даже термин Кавказская группа польских поэтов Это как раз участники того самого Польского восстания 1830-1831 годов И последующих событий Бутовт, Андрейкович, Винницкий, Корсак, Петрашкевич, Енишевский И наиболее известный из них Тадеушлада Заблотский Последний особенно интересен Он в 1831 году закончил Витебскую гимназию И был зачислен на отделение словесности и литературы Императорского московского университета Там он познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским И участвовал в студенческом кружке Литературное общество 11-го номера Также вместе со своими соотечественниками Тоже студентами он создал Общество любителей отечественной словесности Которое на самом деле имело яркий антироссийский и антицарийский характер В частности на заседаниях этого общества Ладо Заблотский зачитывал антицарийские стихии Собственного авторства Вскоре это общество было раскрыто теми самыми голубыми мундирами Тогда уж Ладо Заблотский был сначала арестован Отправлен в Витебск А затем по завершении суда И сослан на Кавказ Где его определили рядовым в батальон саперов Он оказался на войне с гурцами Как раз в тот момент Когда десятки, а может даже и сотни его соотечественников Бежали за хребет Кавказа Чтобы скрыться от пашей России Сам Ладо Заблотский никуда не убежал Жизнь его сложилась достаточно спокойно Большую часть времени он проводил в Тифлисе Где дружил со вдовой Александра Сергеевича Грибоедова Ниной Чевчевадзе И познакомился с известным русским поэтом Яковом Полонским Который переводил на русские его стихи Позднее он был освобожден от службы в армии И назначен управляющим Кульпинскими соляными копьями на Кавказе А в 1847 году умер от холера Я далек от того, чтобы уверять зрителей Будто именно Тадеуш Лада Заблотский Написал стихотворение Обращением этой России Для этого просто недостаточно данных Речь идет лишь о том, что человек подобной биографии Мог бы написать стихотворение Такой тональности И с такими характерными подробностями Какие есть в стихах Приписываемых Михаилу Юрьевичу Лермонтову Исследование должно продолжаться Но совершенно очевидно Что уверять, будто авторство Лермонтова Документально и научно установлено У нас на сегодняшний день нет никаких оснований Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok